Лучшие промышленные дизайнеры ходили по этим коридорам и придумывали идеи для своих будущих проектов. Специалисты притягательного завода приехали в Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова, чтобы подвести итоги конкурса на дизайн нового баги. Причина почему открылся? Потому что это вам нужно реально. Если вы пришли, вы даже готовы заплатить и говорили, что сделайте дизайн. В гараже СПКБ стоит Митсубиши Паджеро без крыши и ждет, когда будет готов тот идеальный проект, который автомеханики начали бы наконец-то притворять в жизнь. Мы его хотим закончить к февралю следующего года, 25-го. То есть это будет фестиваль либо Жигулевской, либо Байкальской мили, где мы уже постоянно принимаем участие и хотели на этой баге выкатиться. На разработку дизайна у ребят из Строгановки было около месяца. Презентация перед судьями была несколько дней назад. И вот долгожданное объявление результатов конкурса. Первого места присуждено не было. Эффекта вау нет. Это вещь серьезная, да, вот когда ты смотришь на проект и действительно говоришь, вау, классно. Не то, что красиво, хорошо может быть, а именно вот вау. Дмитрий Бурцев – один из профессиональных дизайнеров, которые оценивали работы студентов вместе с представителями завода. Евгений Валентин Джуков, Сергей Евгеньевич Смирнов, Дмитрий Бурцев – это люди, которые в этом мире весят. Шансов показаться одновременно троим с каким-то своим проектом не так много. В конкурсе участвовало 4 человека. Их эскизы были абсолютно разные и необычные. Модель «Инь-янь» – машина, напоминающая акулу на высоких колесах. И другие необычные решения. Второе место занял Игорь Чернат. Его презентация «Баги-кочевник» была наиболее детальной и красочной. Я думаю, задание было в принципе не таким сложным в связи с тем, что не было вот прям суперограниченных рамок. У нас была база, то есть Mitsubishi Pajero. Были какие-то габаритные, получается, ограничения. Ну и было количество посадочных мест, по факту. Довольно большой простор для творчества. Поэтому я думаю, с точки зрения задания в принципе, это очень творческое задание, и оно действительно развязывает руки. Третье место досталось Александру Графу с проектом мощного баги со съемным навесом, столиком и контейнером для мусора. Победители получили денежное вознаграждение. Так как самый лучший проект не был выбран, специалисты завода будут брать идеи из каждого предложенного эскиза. Некоторые проекты чересчур были напичканы идеями. Некоторые идеи объективно очень понравились, и я уверен, что они войдут в проект. Консолидированный проект, который мы подготовим в ближайшее время. У нас уже проектировщик занимается этим вопросом. Даже если он не полностью будет, допустим, только фары, плевать, я скажу, типа фары мои, чуваки. Конкурс для многих из ребят – возможность поработать с реальным крупным заказчиком и получить ценную обратную связь. На этом сотрудничество притягательного завода из Трогановки не заканчивается. Уже осенью студенты начнут подготовку к еще одному более масштабному конкурсу. Мы обсуждаем сейчас вопрос организации второго конкурса строительства машины «ВАУ». Именно «ВАУ», которая будет вами презентована в парке «Заряди», по всей видимости, высшему руководству страны. Мы, как материальная база, будем ее изготавливать, а дизайн ляжет на вас. Всех участников конкурса и их друзей директор Аспокоба пригласил в гости на притягательный завод. Ребятам обещали рассказать про каждое из направлений деятельности предприятия, а также показать коллекцию уникальных автомобилей.